Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Савелий Тимохов. Сегодня такой влог. Расскажу, как сегодня я провел день, про школу. Времени так в будни снимать более-менее нету. Что-то такое буду снимать. Вот сегодня пошел в школу, не проспал, проснулся в 6.20. Уроки начинаются в 7.30, как вы знаете. Сегодня длились уроки по 40 минут. Вот. И вот так. Сегодня, когда мы делали вход на него, я получил четверку. Очень сильно расстроился. Вообще не соответствует тому, что я знаю. Вроде все правильно, все знал, но в итоге 4 ошибки из 10, и это четверка. Есть шестивальная школа, как вы знаете. Хочу поздравить моего дорогого друга и приятеля Юрия Виклова. Он посодействовал в оформлении, создании канала, советов. Он часто пишет комментарии в мои видео. И сегодня вот знаменательный день. У него сегодня день рождения. Вообще, вопрос, золотой человек. И его супруга Анжелика. Сейчас, наверное, да, я уже иду в активити-центр. Сниму про него еще раз что-то, как мы играем, скорее всего, в Уна. Расскажу, покажу. Ну и вот так вот все пройдет. Сегодня вторник. После Марины я иду на английский. Ну, там более-менее все хорошо. Дорога. Я еще подробнее расскажу про Санданский. Вот, выходим. Здрасте. Добрый день. Сейчас у нас начинается игра Уна. Уна. Моя любимая Уна. Наша любимая Уна. Хайди. Да, я, наверное, в описании оставлю правила. Я где я? Вы же мои карты? Да. Отлично. Ну, съемку придется прервать. Человек должен быть абсолютно счастливым и радостным всегда. Но Петя сказал, у него было плохое настроение, что он может быть счастлив, только если у него будет одна игрушка. На всю жизнь. На обещание. Обещание. Нет. А дальше что? И вот теперь Петя пишет расписку, что он, Петя Радкин, обезуется, я пишу дальше, да, за тебя, обезуюсь. Быть всегда в прекрасном настроении. Это ты мне пишешь? Нет, не пиши. В прекрасном настроении и быть абсолютно счастливым. Что? Да? Да. Ли. Можно показать? Да. Я Петя Радкин, обязуюсь быть всегда в прекрасном настроении и быть абсолютно счастливым. Число сегодня какое? 4 октября. 4 октября 2016 года. Так, свидетели. Свидетели. А кому ты это пишешь? Свидетели. Василиса, это я, Сава, Феня и бабушка. И еще все зрители канала? Да. И бабушка. Ставь сюда подпись свою. Вот я уже видел. Ну, еще раз, распишись. На всякий случай. На всякий случай. Та-та-та-там. Распишись, распишись. Это не то. Нет, это то. Это как раз то. Петя сказал, что именно эта белая маска может сделать его абсолютно счастливым человеком. То есть только белое, любое лего? Нет, конкретное лего, белая маска. А опять ничего? Нет, Петя, это то. Мы все выбирали и смотрели. Все у него то. Посмотри. Вот это крутится. Теперь вот не плакать, не капризничать, быть веселой, счастливой девочкой. Помаши вот так вот на камеру. Веселая, счастливая девочка. Серьезно. И мы их будем хранить. Отлично. Да? Но сейчас мы играем в игру Активити, которая послужила названию Активити. Да, Литвом Основу. Да. Вот Е, ты бросаешь кубик. З это рисовать. Е объяснять. А Д, соответственно, показывать. Без слов. И ты кидаешь и берешь вот такую карту там. Например, ты должен рисовать. Ты рисуешь там или браслет. Или чемпион по игре дартс. Как дела? Смотрите, листочек-то я вам нарисую. Я уже, наверное, пойду. Мне на английский надо. Ну хорошо, продолжим. Да. В четверг? Да, в четверг. Хорошо. В четверг играем. До свидания. Пока-пока. Я так вот отлично провел время в Активити-центре, в досуговом центре города Санданский. Оно находится напротив Сейнт-Врача, напротив бани. Я делал выпуск про это. Вот здесь Мирелла. Вот здесь вот ресторан Уасис. И вот это вот такой радушный Активити-центр. Ну на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Мне приятно было поговорить о Активити-центре. До скорой встречи. Пока.